По обе стороны аквариума служители правопорядка. Внутри подсудимый предприниматель Сергей Сиренко. Мужчину и двух его продавцов второй год судят за контрабанду и продажу приправы для булочек кондитерского мака. Обвиняемые продавцы пока еще на свободе. Сергей под конвоем. Летом его задержали, отправили в СИЗО до оглашения окончательного приговора. Родные и близкие уверены, что вердикт ждать уже недолго. Сергей 12, девочкам по 11. Ну, ни за что. Просто. Даже на последнем уже издыхание, на каком-то таком, что внутри все трясется. Реальное состояние такое, как будто бы в последний раз. Каждый раз. Громкая маковая история началась в 2018 году. Бизнесмен Сергей Сиренко вез из Казахстана продукты на продажу в свой магазин. В том числе и кондитерский мак. Таможню без каких-либо нареканий пересекал неоднократно. Но в этот раз на границе приправу изъяли. Сергея привлекли за контрабанду его продавцов за продажу казахстанского мака, который якобы запрещен в России. А у продавщицы Юлии в квартире нашли еще 300-граммовую банку с маком. Следствие расценило это как подготовку к сбыту. Сегодня Сергею и Юлию предоставили последнее слово. На ряду с этой банкой у меня стоял и какао-порошок, и сахарное пудро. Чай всегда рассыпную я пересыпаю. Я просто хочу, я вас призвать хочу, просто пожалуйста, услышьте нас. Ваша честь, пожалуйста. Столько не застыковок, столько вот этого придуманного всего из банка, из этих старых свидетелей. Пусть немножко успокоится ваша честь. Ну что это? Не повышайте порядок в судьбном заседании. Опять еще, вы видите, человек не может читать. Я нормально. После последнее слово взял Сиренко. Мужчина вновь озвучил свои многочисленные ходатайства. К примеру, просил в очередной раз возобновить следствие по своему делу. И прилечь к своей защите, наряду с адвокатом, свою гражданскую супругу Маргариту. Ваша честь, у меня, собственно, и не было никаких сомнений на эту тему, что вы так и будете продолжать нарушать наши права обвиняемых. Все ходатайства Сергея были отклонены. Он готов был озвучивать их и дальше, но спустя почти три часа с момента начала заседания судья приняла решение перенести слушание на следующий день. Практически сразу после судебного заседания Сергею Сиренко стало плохо. У него подскочило давление 240 на 180. Поэтому сегодняшнее слушание отменили, перенесли на завтра. Близкие уверены, что оно станет финальной точкой в маковом деле. Обвиняемых приговорят к 10-12 годам лишения свободы. Произойдет ли это, мы узнаем уже совсем скоро. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.